Без голосов. Потому что если не будет голосов, не будет хотя бы какого-то консолидированного голосования по важным законопроектам, а его не будет. Я вам приведу пример. Опять-таки возвращаюсь к Дмитрию Добродомову, который сегодня сказал, что давайте мы все оппозиционные инициативы, которые могут быть полезны для бюджета, там соберем и поставим ультиматум. Так вот я вам скажу. Допустим, опора провела исследование за два года. Оппозиционные законопроекты протащить через Раду нереально. Потому что все, что является инициативой, не голосуется априори. То есть где брать голосов? Потому что разрезный нет. Если оно даже имеет конструктив, оно не найдет голосов. Даже слова не дают. Потому что, опять, когда мы говорим, насколько дорабатывался бюджет в комитетах, насколько внесены и учтены были правки, насколько смогли вообще донести хотя бы вот эти зерна разума, знаете, в этот бюджет, чтобы его хотя бы немножко припудрить, то, что называется, накрасить губы этому бюджету. Не удалось этого сделать. Оно все отодвигалось и будет отодвигаться. Поэтому как раз любые оппозиционные силы, неважно какие предлагают эти свои инициативы, они не рассматриваются. Поэтому этот парламент, так же, как и предыдущий, слабый и эффективный. Не только потому, что они плохо собираются, не только потому, что они кнопкадают, а потому, что они просто элементарно делают законодательный спам, который не является и не может стать потом законами. Вот это реально проблема этого парламента. И от того, что дальше мы будем переизбирать, это выход, это демократический способ найти. Но, с другой стороны, опять-таки, это негативная селекция парламентариев. Эти парламентарии, которые приходят, но, извините, они еще хуже, чем предыдущие.